В первую очередь контрольные группы охватили пять крупнейших отраслей города. Это строительство, городское хозяйство, транспорт, сфера услуг и туризм. На сегодняшний день специалисты проверили порядка 300 организаций. Неофициальное трудоустройство, как подчеркивают в администрации Сочи, сказывается не только на будущем работников, у которых не идет трудовой стаж и пенсионные накопления. Город недополучает миллионы бюджетных средств. Если даже посчитать 70 тысяч человек, которые сегодня официально не работают, и им поставить зарплату не как среднее по экономике 29 тысяч рублей, а поставить заработную плату в 10 тысяч, просто в 10 тысяч, в три раза меньше. Только перечисления во все уровни бюджета составят миллиард рублей. Миллиард. Для города Сочи это 220 миллионов рублей. Вот какие потери несет экономика, несет город. На сайте администрации города размещена информация о последствиях неформальной занятости и мерах воздействия на недобросовестных работодателей. Также указаны номера горячих линий, по которым граждане, чьи трудовые права нарушены, могут обратиться за консультацией и оказанием помощи.